МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодые, амбициозные повара из самых разных городов страны собрались в Москве, чтобы под руководством известного российского ресторатора Арама Мнацаканова воплотить в реальность свои мечты. Они отлично готовят, но смогут ли стать настоящей командой? Они обожают кухню, но сумеют ли ей управлять? Они готовы на все ради победы. Но достаточно ли этого, чтобы с нуля сделать ресторан прибыльным всего за 8 недель? Реальная кухня на РЕН-ТВ. Вернувшись в конце прошлой недели в ресторан, Арама обнаружил мало денег и много конфликтов. Олеся сначала скандалом, а потом шантажом пыталась выбить себе место за барной стойкой. Сергей, получив назначение в официанты слишком настойчивым сервисом, сумел распугать гостей и взбесить всех коллег, которые, недолго думая, решили слить слишком активного собрата. На смену Сергею пришла домохозяйка Алина, сумевшая с первой секунды настроить против себя большую часть участников. По итогам недели лучшим сотрудником стал самый молодой Саша Ерин. Как он справится с таким беспокойным хозяйством, вы узнаете прямо сейчас. Начинается новая неделя. Мы решили пожарить на завтрак блинчиков. Да, Таня? Да. Ну, вы можете сказать свое оправдание, товарищ управляющий. Ходять, простить. Я всем доволен. Тёма, а ты вчера вот поддержал Алину. Это самое, все модели поддерживают друг друга, да? Нет, наоборот. То есть ты готов ее теперь загрыть? Она же нас против. Ну, я смотрю, сиди. А что вы думаете по поводу нашего нового участника Алины? Ну, каждый человек долго не задерживается. Я почему-то тоже так считаю. Я новый управляющий. Можно мне похлопать. Здорово, я его поздравляю. Парень достойный. Мне там не хватило одного балла. В роли управляющего я впервые, поэтому мне немного сложно. Я немного волнуюсь. Я понимаю, как ему тяжело. Мне было тяжело все пять дней. Я не знаю, как я их пережил. То, что сделал Максим, мой предыдущий коллега, я постараюсь улучшить. Самый молодой участник из всей нашей команды, он себя проявляет, он молодец. У него нет короны, каковы есть у нас там у многих. В этот день Аран должен был приехать чуть позже. В ожидании босса новый управляющий решил не менять уже сложившийся порядок вещей, и сразу объявил о начале очередной битвы поваров, в результате которой победитель докажет, что на реальной кухне он человек не лишний, а в меню появится новое блюдо. Сегодня у нас пройдет батл за котлеты. Котлетный поединок, да. Выявила желание поучаствовать Алина. Что ты любишь готовить? Вот ты сама что готовишь? Я делаю котлеты. Котлеты. Все, решили, завтра ты делаешь мне котлеты. Какие? Какие-нибудь очень вкусные. Хорошо. Кто готов с ней сразиться за... Я. За котлеты. Артема, да? Артем. Получилось, что две модели сегодня принимали участие в батле и готовили котлеты. Совсем не модельное блюдо, скажем так. Я бы взял в помощники Аню. А я, в свою очередь, возьму в помощники Валеру. Я даже недолго думала, кого я возьму в помощники, а Валера еще оказалась рядом. У Валеры есть опыт, он большой. Валеру. Да. Отлично. Первая готовит Алина, и Алина может идти переодеваться. Спасибо. Пока Алина и Артем готовились к дуэли, в зоне отдыха между остальными участниками из-за котлет тоже разыгралась битва. Причем не шуточная. Что за котлеты в ресторане? Уж конца как-то он бестрого нахом делал. Ну, на крайнем случае люля-кебаб. Я считаю, что в ресторан человек приходит, чтобы покушать то, что он не сможет сделать дома, удивиться, порадовать себя или еще что-то вроде. Поэтому я против, и вообще котлеты меня не бесят. И что сейчас, давай не будем их готовить? Да что ты тоже несешь, если да, на это нужно делать? Нам сказали это делать. О, нужно! Я их никогда не буду в своем ресторане делать. Я считаю, что люди скучают по таким котлетам. Обычно такие котлеты дают только в всяких столовках, а здесь можно и вкусные котлеты сделать. Я тоже хочу котлеты, может быть, варка. Да, мы все хотим котлеты. Почему ты не сказал, что котлеты, и не надо их в меню вводить? Ты что, я не собираюсь с Арамом спорить? Ты вчера говорил одно, сейчас ты говоришь другое. Я не понимаю, почему ты боишься выразить свое мнение? Я бы не вводила, например, котлеты в меню, но поскольку вроде принято было решение, Иоран Михайлович настаивал на котлетах, то все повелись. Вам выделяется ровно 40 минут на приготовление, поэтому советую поторопиться. Гран-патана добавить. Товарищи, второй, селедка под сугодавна. Мы пожарили томашнюю картошку. По томашнюю. Кулинарный картошку. А как ты определяешь чили, Алин? А он же, некоторые есть острые, да, а некоторые он есть неострые. Это же на вкус. Пока же нам. Я хотела его через мясорубку пропустить. Перец. Так не сдерживай себя. Какой перец чили она положила в мясорубку? Она говорит, я делаю своим любимым мужчине котлеты. Доба просто, я не знаю, руки я оторвала, если бы она ему такие котлеты сделала. Я буду пробовать очень аккуратно, потому что чили это такой, конечно, продукт. Там шикарные котлетки. Она еще добавила туда крабое мясо. Руккол, чили. А где она вы взяла-то? Что ты чешешь? На закупь сегодня. Вообще слушать грех. Кто вот говорит о грехах вообще? Да ты к церкви подойдешь, сгоришь у входа сразу, прям вспыхнешь пламенем. Рекламная компания Сандро неожиданно дала плоды. И зрителей на мастер-классе у Алины прибавилось. Алина на самом деле прочувствовала и увидела, что действительно у меня больше опыт, и как бы она понимала, что лучше отдать инициативу в мои руки. Вот это сейчас будет ошибка. Он хочет накрыть картошку. Готовую! Накрыть готовую картошку крышкой. Ты вообще представляешь, что там грех? Ну что, готово? Да. Котлета от Алины и Валеры готова. Пришла очередь команды Артема и Ани, которые решили превратить свой мастер-класс в небольшой спектакль. Должны немножко помолчать. Я думаю, никто не против. Мы с Аней немножко даже шутили, пытались разрядить обстановку. Ребята смеялись и старались делать своего рода шоу. Для бештекса я беру говядину и свинину в проценту соотношении 70 на 30. Аня предложила слегка усовершенствовать мой рецепт, добавить туда сливки. Это, как сказала Аня, добавит пикантности. Ну, то есть сделает более нежнее наш парш. Невозможно было не смеяться, потому что это было действительно очень смешно. Где-нибудь там кривлялись. Ну, я поржала. Валерку выбыла хохла на котлеты. Хохлятские котлеты сейчас замутят, думаю. Видишь, перцы туда чили, семена набухала. Да ты что? Фу, вообще жесть. Мяты туда набухало. Ну, я и не стал уже мешать. А у Артема что там, толковое что-то хотело? Под таким руководством. Аня, наверное... Ну, он тоже знал, кого выбирать. Больше котлет пережарила, чем волосы. В принципе, блюдо готово. Можно подавать. Спасибо вам за внимание. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Блюдо Артема и Ани тоже готово. Осталось только узнать, какая котлета больше придется по вкусу управляющему Александру. Значит, пробуем. Немного островато. Ну, после вкуси такое, хочется подышать лишний раз. Бифштекс готовил Артем, да? Мы с Аней готовим. И Аней готовил. А, ну все понятно. Немного суховато, но, в принципе, я думаю, если доработать, то будет отлично. Ребят, попробуйте, и потом я скажу свое мнение. Не-не-не, у вас очень вкусно. Безусловно, вот это вкуснее, но все равно чего-то не хватает. Чуть соли не хватает, суховата. Кусок натурального рубленого мяса. Я надеялся, что Аня ему поможет, благодаря своему опыту. Давай добавим все луку и ранее воды. Нет, какой воды? Котлет? Добавим сливочек и лук. Котлете соперника вкуса мяса, если честно, не подниму почувствую. Да, оно сочное было, потому что там было много всякой сячины. Всего, кроме мяса. Давайте, ребят, быстрее по два слова. Олесь. У Алины вкусные котлеты, но я против того, чтобы это было острое. И когда человек хочет острого, он идет в паназиатскую кухню, и это не наш формат. Тебе было много перца? Ну, много. Хотя ребята говорили, что перца немного. Я всегда добавляю чили. Я просто люблю чили. По поводу Артема котлеты понравились, но мне не нравится то, что их приготовила Аня. Вот и все. Мне стало обидно за Артема, потому что все-таки это его рецепт. Зачем присваивать его рецепт какому-то другому человеку? Женя, забив штек. Котлеты Алины готовил Валера, поэтому все равно это котлеты Валеры получились. Они больше были похожи все-таки на котлеты с хлебом, вот с этим, с молоком. Вы знаете, как столовой. И что, Кирилл? Саша. Мне понравилось рубленое больше, а вот гарнир я бы сделала бы Алинина. Выбери человека, который котлеты тебе понравились. И что, блин, вообще? Олеся. Это невозможно. Слушайте, сбавь нас. Я сегодня ухожу с проекта, потому что я свою репутацию терять не хочу. У Алины более сочные, у Артема-Ания мягкости не хватает. Сандра. Ну, не знаю, я отдам предпочтение Алининой котлете, потому что она такая яркая, нежная. Когда увидел, что целый перец чили она положила туда, я думал, что это будет очень острый. Но оказалось все классно, не острые были. Теперь я скажу свое мнение. Я попробовал Лоби котлеты. В результате, так как у нас концепция состоит из просто и вкусного, я выберу котлеты Алины. Саша, что, дурак, что ли, вообще гонишь? Что ты слушаешь, что они тебе говорят-то? Выбери человека, который котлеты тебе понравились. Это что, блин, вообще? Мы построим рыгаловку, понимаешь, с такими людьми. Если у меня будет ресторан, я буду набирать туда исключительно опытных людей. Разделять их не по личным каким-то критериям, а по профессиональным данным. Это, короче, начинает принимать какие-то обороты. Ну, да. Уход Олеси из зала, ну, я вообще не знаю, что это было, какая-то показуха, по-моему. Олеся постоянно цепляется за все, что можно. За всех, за любого. Я не знаю, сложный человек. Это мое мнение. Чья котлета должна быть в меню? Но Саша решил, что победила Алина. В принципе, я его полностью поддерживаю. Но действительно, ее котлеты были сочнее, и, мне кажется, они, возможно, интереснее. Выбрали котлеты Алины. Не знаю, наверное, потому что они больше похожи на котлеты. Не знаю, вот как-то так вот вышло все. Итак, сегодня в меню реальной кухни появятся котлеты по-деревенски от Алины. Для того, чтобы их приготовить, возьмите 300 граммов мякоти говядины и 400 свинины. Пару зубчиков чеснока, одну крупную луковицу, петрушку, укроп и перец чили. Все это пропустите через мясорубку. Добавьте одно яйцо и кусок тостового хлеба, предварительно размоченный в воде. Кориандр и соль по вкусу. Вымесите фарш, сформируйте котлеты и обжаривайте на сковороде до готовности. На гарнир можно подать жареный картофель и салат. В ожидании приезда Арама Сандро попытался успокоить Олесю. Которая была взбешена перспективой появления в меню ресторана блюда Алины. Я тебе сказал, давай сходим вдвоем к психологу. Иди к психологу, тебе нужен психолог, иди к нему. Если мне нужен будет психолог, я его дома найду. Еще раз тебе говорю. Я хочу с Олесей найти общий язык. Вроде я с ней нахожу, нахожу общий язык, потом опять какие-то стычки. Не знаю, очень-очень сложный человек. Ты можешь не давлять на меня, ты что, я не пойму? Ты отстал вообще меня просто своими высказываниями. Ты что, не понимаешь, что ли? У меня на все есть всегда своя позиция, свое мнение. Успокойся. Психолог тебе нужен. Ты о чем вообще говоришь? Ты не пытайся со мной в дискуссию ходить. Все, ты не вводи меня в заблуждение своим мозжечком в голове. Можно же, да, можно. Да, это невозможно. Слушайте, байкер. Я сегодня ухожу с проекта, потому что я свою репутацию терять не хочу. И пусть кто хочет, думает, что это слабость какая-то. Я ожидала другого, более профессиональных людей, которые имеют отношение к ресторанному бизнесу. Они просто домохозяйки, которые закончили курсы и два года около плиты стояли и просто научились что-то делать определенное. Про Олесик я все говорю каждый раз одно и то же. Что, в принципе, она может быть и порядочный человек, но она не адекватна. И поэтому вот в любом случае ее как бы держать в команде очень тяжело, потому что вечно какие-то скандалы и конфликтные ситуации. А они не должны быть. Ну что, Саш, давай выбирать, кого куда сегодня. Начнем, пожалуй, с кухни. Кирилл, твой галстук на сегодня. Шанс, как говорится, показать себя во всей красе. Нет, Валера, мне кажется, нужен на кухне. Татьяна, вырвались на десерты. Я получила возможность поработать на кухне. Я безумно, конечно, была этому рада, но я понимала, что ребята будут, естественно, меня давить. Алина на кухне, твой помощник. У меня сложилось впечатление, что ты конкретно подстава. Ну, она совсем непрофессионна. Олеся у нас тоже сегодня будет на кухне. Брать несколько женщин в команду единовременно, которые никогда там не работали, я не знаю, это русская рулетка. Дальше бар. Артем, в пятницу ты неплохо отработал. То есть ты во мне сомневаешься? Да, потому что я не видела тебя на баре. Чего ты сомневаешься? Что человек с высшим образованием с опытом на дорогу не справится? Ну, я не видела просто, поэтому... Да, давай посмотрим. Сандра, ты побывал на всех позициях, от шеф-повара до посудомойщика, поэтому сегодня ты в зале будешь официантом. Я считаю, надо любую позицию свою отстоять достойно. То есть если мы идем в рестораторы, то мы должны каждую позицию закрыть на 5+. Макс, зал. Я никогда нигде не работал ни официантом, ни халдеем, поэтому мне было, ну, очень интересно, да, что же там, ну, вот это вот внутри. Жень, ты сегодня тоже в зале, как, наверное, старший официант. Я уже целую неделю работаю на должности официанта. Я хочу перейти на кухню, чтобы показать, что на кухне я тоже, в принципе, могу работать. Аня, ты сегодня митродотель. Опять? Да, я хочу вот... Митродотель, старший официант, официант. Саша же вырвалась на мойку вроде. Я без вопросов вообще. Ну, я хотела на кухне вообще-то поработать. Ну, хотите на мойку, без вопросов. Будет самая чистая посуда. Саша Ерин на позицию управляющего сегодня, первый день. И я буду, ну, стараться его поддерживать. Ну, по крайней мере, не осложнять ему его работу. Всем понятно распределение, ребят. Да. Да. Ребят, только сейчас очень много... Давайте мы забудем все проблемы, вопросы. Раз, и пошли быстренько, сделали хорошую. Все, начали. Друзья мои, вперед. Сразу после распределения позиций в зале и на кухне Арам пригласил Олесю на разговор, чтобы понять, что вызвало такую бурю эмоций. Скажи мне, пожалуйста, что происходит? Вот ты произвела на меня впечатление с самого начала для меня, у человека, очень любого плана. Сейчас что происходит? Ну, не знаю, не хочу участвовать в шоу просто. Ну, есть же причины такие? Просто не хочу комментировать, правда, вот. Заявление Олеси о том, что она решила покинуть проект, естественно, породила массу слухов и разговоров среди участников. Зачем делать? Ну, слушайте, я тоже... Дайте еще вот шанс, дайте человеку, еще вот крайний. Она хорошая, просто она... А она не хорошая? Ну, что, ну, просто это... Саш, это двуличный человек, который... Двуличный? Двуличный. Двуличные другие люди. Я еще вчера сказал. Двуличные другие. Да, сначала полнышко, знаешь, когда не делаешь, как она хочет, она тебя от грязи поливает. Она манипулятор, но она не двуличная. Двуличная, двуличная. Мне было бы, наверное, действительно легче, если бы она ушла. Она бывает часто груба, резка, хотя многие ребята ее очень любят, говорят, что она очень положительный человек. Я пока не вижу в ней друга, скажем так. Она еще маленькая, и она бы... Понимаешь, вот она, вот этот... Если она переживет, это... Почему она тогда сама в первый же день сказала, ой, а сколько мест работ у меня... Ну, человек у меня, я, ну, я тоже много мест работы у меня. Я немного мест работы. А я много денег задерживаю, мне просто неинтересно. Олеся – это Олеся. Это человек, ну, который импонирует мне. Да, она ее несет, да, она там такая вот. Многие ее просто добивают, а так нельзя. Но когда ты молод, когда вот из тебя прет, да, ты вне системы. А... Знаешь, молод и прет, она, может, тоже должна быть. Ну что, мы договорились? Да. Ты сегодня на своей позиции доказательствовала. Да, конечно. Переодевайся. Спасибо. Я не буду раскрывать вам подробности моего разговора с Олесей. Скажу лишь одно. Это эмоции. Все мы люди эмоции надобьют через край. И те обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, нас к этому только подталкивают. И это еще раз подтверждает, что это реальная жизнь и реальная кухня. Главное, что кризис миновал. И Олеся остается в проекте и готова бороться дальше. Кирилл! Олеся возвращается. Спасибо Арману Михайловичу. Он тончайший психолог. Людей он видит насквозь. Я не знаю, о чем они там разговаривали с ним. Но все изменилось, и Олеся остается с нами. Поэтому очень рад. Я сто процентов была уверена, что никуда она не уедет, и она останется на проекте. Но это все театрализованное представление. Солдат, ты вспомнил армию? Сейчас ты у меня вспомнишь, сколько армии. А что ты очки одел? Пыль не видишь, что ли? Когда я взялся оттирать столы, он стоял, в принципе, там, ничем не занимался. Да, возле стейшена стоял, там, ну, пинал сам себя. Как ты над нами неделю издевался? Меня на мойке держал. Давай, я сейчас покажу, что у нас заведет. А ты кто такой? Ты г... Да. Максим, подойди ко мне, пожалуйста. Да, шеф. Максим, можешь свои эмоции, пожалуйста, сдержать? Не провоцируйте друг друга, пожалуйста. Два официанта спорящие постоянно между собой. Я думала, конечно, что мне срогут вечер. Я как бы понимаю, но... Нормально, все, мы играем. Я понимаю. Очкастый. Ты человек внутри, я надеюсь, что... Слышь, очкастый, у нас с тобой понимание есть? Просто девчонка переживает. Чего ты там сказал? Пи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Ну, с Сандр мы общаемся нормально. Ну, нормальный тип, немножко клоуничает, но мне это нравится. Санюша, ну что? Как наша девочка? Кучу вобрали. А, вот это и есть. Так, какую порцию лучше делать, Арам Михайлович? Я предлагаю взять... Как домашний? Да, подходить, брать большую ложку. Брать вот такую примерно порцию класть в лавку. Прямо, ты, чтобы он видел, что мы... Не надо резать. Я просто думаю, порционно к вам. Нет, если берете большую ложку, научи ребят тренировать... Вот это апельсиновый теремису, просто покажи, как это делается. Первый выйдет в бардаке, покажи, положи. Женя, Максим, а что у вас столы раскидывает? А, это Саша даже? Саша, что ты делаешь-то? Саша ведет себя безобразно. Она раскидала стулья так, что просто, ну, это какой-то дурдом, я не знаю. Я не могу с ней справиться. Она провоцирует, провоцирует специально. Саша, ну зачем с тобой раскидывает стулья? Я же спросила, вы сможете сами заставить? Мне сказали, да. Обычно я еще и потом это дело все дублирую. Я буду еще вам расставать. Один из них, я полюбил. Сейчас расставим. Женя у нас контр, да? Женя и Саин. Они скооперировались, и сейчас у них такое идет... Кружок по ненависти ко мне, что ли, какой-то. Мне в какой-то степени смешно, с другой стороны, обидно. Итак, все приготовления закончены. И ресторан «Реальная кухня» готов к приему гостей. Ресторан открыт. Добрый вечер. Вы вдвоем будете? Так, присаживайтесь сюда. Рады видеть вас в нашем ресторане. Прошу вас ознакомиться с меню. А сейчас к вам подойдет официант и возьмет заказ. Не желаете прийти в лимонадик и попить сейчас? Так, приблизительно укладываю, чтобы на половину ушла, а половина наверх. Таня, она очень нервничала, волновалась, но я дала ей понять, что я всегда смогу помочь ей. Я была ее правой рукой. Его лопаткой размазывать, да, вот так? Да, прям лопаткой. Плошмяк. Ты с цедрой попробовала, да, я попробую? Попробуй ты. Ты успеваешь? Да, сейчас поставлю в холодильник и займусь тартами, тихо, спокойно. Тартами ты будешь уже одна закрывать. Да. Алина, она очень такая услужливая, слушает хорошо, но, конечно, ей было тяжеловато, потому что какие-то азы она не знала, но старалась. Похоже, Таня с Алиной смогли найти общий язык, а вот в зале в этот момент со взаимопониманием было совсем плохо. В ресторан пришли необычные посетители, которые никак не хотели говорить на понятном всем языке. Таня с Алиной смогли найти английский язык, но не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. У меня было такое, ну, прям, взмешательство, да, я вроде в боевом там, да, был настроен, вот все, сейчас гости придут, я тут всех раскидаю, а они меня как бы сбили с толп. Я язык не могу понять. Ты не говоришь английский? Нет. Француз? Италия? Италия. Француз? Румыния. Румыния. А, Румыния. Окей. Реальная кухня становится популярна среди иностранцев. Не так давно сюда на ужин заглянули французы. Тогда удар с честью выдержал Кирилл. Как справятся ребята на этот раз? Ведь румынского явно никто не знает. Реальная кухня, который дал ему курицу, а который ближе к нему рыбу. Румыния. 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 А что думать-то? Надо звать управляющего, наверное. Сейчас я позову, только не толпитесь возле них. Мне было даже немножко стыдно, что я не могу им предоставить меню, я не могу с ними поговорить. И это меня, ну, немножко, ну, напрягло. Саша, Саш. Да? У нас в ресторане гости из Румынии не разговаривают на английском, не разговаривают на русском. На каком они разговаривают? Давай мы можем предложить им свой вариант? Потому что я не могу им даже объяснить, что у нас меню. Они смотрят? Сейчас. Ты у нас сколько языков знаешь? Ну, я по-английски могу поговорить. Французский. Они прям английские, румынные. Фото? Ну, румынные, они на румынском разговаривают, ребят, я по-румынски не разговариваю. Давай, может быть, все. Они просят фото. У нас нет фото. Но фото, да? Да, мы можем им презентовать чуть-чуть каждого. Нет, 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 я думаю, точно делать не будем. Да, это конк. А как мы им объясним? Сейчас можем закуски. Сейчас у нас пойдут две разные закуски. Ты с фото пишешь на телефон и покажешь. Один, это вот, брынза по-одесски. Брынза? Две брынзы. Прежде чем класть, проверить, да? Чтобы они теплые были. Да, да, да. Все пусть сделано в лучшем виде. Спасибо. Потому что вчера Олеся бегала с этим, ее штрихло. Видишь, как неплохо держись. По идее, мы можем перевести, дабы напечатать в текст. Выручил меня, ну, как бы, Арам. Он мне дал свой телефон с переводчиком. Записывай, иди сюда. Мясо карное. Вон, по-румынски. Они меня поняли. Я их, вроде, там, немножко понял и сделал заказ у них. Ну, в итоге я, как бы, их обслуживал, ну, целый вечер, да? Они оставили мне на чай-трепище. Ну, было очень приятно. Надо срочно рыбу, срочно, девочки. Кай, я могу куда-то включить? Переподключайся, давай. Валера бросил ключ. Кто может помочь почистить рыбу? Никто не ответил, не прореагировал. Я сказала, давайте я почищу. Хотя тоже для меня это не, так сказать, самая приятная работа. Ай-яй-яй-яй-яй. Девочки, кости с филе все достаем. Убираю, убираю, убираю. Прости, господи. Вода Архиса добывается высоко в горах в заповедной зоне. Она вкусная и жаждаудаляющая. Ну, а как по-другому времени? Она почистила ее и дала с шелухой и с костями. И в момент, когда мне надо ее уже было готовить, я начал отвлекаться на то, чтобы начищать ее. Так, Костя, ну как мне можно филе давать для работы с костями? Я сказала, отрезать. Ребята, ну это... Это порнография. А кто меня подрезал в селе? Где моя селе? Это порнография. Это что? Они ребры сделают. Сказали все выдают. А потом просто срезают, и получается у вас кто-то в селе. Сегодня Валерии надо не плюс 10, а плюс 50 дать. Валерия? Да. Он вообще красавец. Ладно, на нем он дома сидит. Ну, Татьяна домохозяйка тут, от меня ждать каких-то фантастических результатов, наверное, не стоит. Мы стараемся, насколько можем друг другу помогать. Но когда у человека вообще ничего не получается, мы всю работу за него сделать не сможем. Олесь, забери вот себе вот туда, на ту половину. Зачем вы здесь делаете десерт? Забери вот. Забери это вот туда. А не здесь начали. Алина, вымой все, пожалуйста. Это то, что вы здесь делаете, это беспредел вообще. Тань, это ужас. Это часть кухни, где делают десерты, чтобы там оказалась доска для чистки рыбы, там оказалась рыба, там делают чешуя во все стороны. Но это, конечно, такого невозможно себе представить. Делается так, там же делается рыба. Было место на кондитерском столе, там не было никаких продуктов, и там мы разместились. Но люди есть люди, я понимаю, что тут идет борьба за выживание, поэтому коалиции сформировались, и теперь будут выживать тех, кто им не нужен. Рада принесать вас. На пятерых. Я могу вам предложить только четырехместный столик, но мы можем подстать. Вы не против? Хорошо, давайте я вас провожу. Присаживайтесь. А пятый когда придет? Ну хорошо, вы присаживайтесь, я вам дам меню. Не успела Аня разобраться со слишком большой компанией гостей, как в зале опять возникли проблемы. Одна из посетительниц потребовала позвать управляющего. Меня зовут Александр, я управляющий этого ресторана. Могу ли я узнать? Что не так? Скажите, а с чем это нет? Парш, свинины, говядины. У меня такое чувство, что здесь болгарский перец. У вас аллергия на болгарский перец? Нет, аллергия нет, но просто я как бы... Меня просто с детства закормили, я терпеть не спала. Там лук и соль, перец. Нет, а можно мне вот то же самое, только без перца? Да. Можете перезаривать? Да. Спасибо. Насколько я помню, в этой котлете не присутствовал никакого болгарского перца и быть в принципе не могло. Кирилл! У меня есть болгарский перец? Нет. Там есть черный перец? Нет. Сделай мне такую же порцию, пожалуйста, без перца. Так это без перца. Я знаю, просто сделай только так. Забираем и готово. Мы просто взяли новую котлету и отдали ей. В этом нет ничего страшного. Просто гости бывают надумывать себе лишнего. Какие ощущения от первого рабочего дня? Ну, все, суета, суета. Порезала пальцы себе четыре раза, да. Ну, ты же говорила, что ты любишь готовить? Ну, да. А ты бы смогла завтра встать на холодный церковь? Нет. Нет? Нет. Я заканчиваю этот день и ухожу сегодня домой. У меня, возможно, не было цели победить в этом шоу. Это приключение, это игра, это интерес. Но я вижу для себя, что я не смогу находиться здесь. И я хочу покинуть проект. Мы тут что, плохие все? Нет, это не так. Мы тебя обижаем? Нет, это не так. Ну, может, тогда не нужно уходить? Саша, этот вопрос для меня лишённый. Ну, уходят люди слабые. Сегодня доработаешь достойно, да, чтобы мне не стыдно было у тебя? Ну, чтобы меня не стыдно было отпустить, да, и доработаешь сегодня достойно. Ну, давай, до вечера. До вечера. Как бы вроде бы... Как бы вроде бы отстреляли, да? Итак, рабочий день в горячем цехе уже закончился. Валера может вздохнуть с облегчением. А вот у Саши дела не так хороши. У мойки образовались целые горы грязной посуды. Саша, ты рассправишь? Я... да, в принципе. Да, нет, не знаю. Да, да. Ты уверена? Угу. У меня. Точно не справилась, у меня был завал. Но у меня была травма. Реально, у меня травма выбила из колеи просто. И просто банально я резанулась так, что... Ну, я бы стояла кое-как до конца рабочего дня. Ажиотаж в зале тоже начал постепенно спадать. Официанты расслабились. И вот тут произошло непредвиденное. Рассчитайтесь, пожалуйста. Нет, Максим, рассчитай молодых людей, пожалуйста. А, сколько сидит, пять человек. Я понимаю, молодой человек только подошел, молодые люди, девушки вышли. Позови Александра, пожалуйста, управляющего. Сейчас молодые люди, две девушки, то есть пришли вчетвером. Сейчас попросили рассчитаться, они предлагают взять телефон. Ну, тогда, Таня, вызывай милицию. Да. Либо вы оплачиваете счет, либо мы вызываем милицию. Они долго отказывались сплатить, но после того, как мы сказали, что мы сейчас вызовем полицию, гости, соответственно, решили с нами расплатиться. Таняка, молодец. Красава. Конюха, 10 500 баллов. Они заплатили за счет. Ну, я считаю, что должен быть все равно какой-то дресс-код. То есть, чепушню вот эту всякую пускать нельзя. Надо сразу, извините, у нас спецобслуживание, ну, как-то объяснить людям, что им не место в нашем жизни. Очередной день на реальной кухне подошел к концу. Ресторан закрыт. Самое время подвести итоги. Ну что, неплохой ужин, по-моему, состоялся. Ну, не совсем плохой, так скажем. Саша, так, говорит управляющий. Все молодцы. Все потрудились, все старались, все суетились. Но, конечно, да, не без каких-то мелочей, недочетов. Но, в принципе, как показал сегодняшний рабочий день, все это поправимо. Кому-то нужно немножко больше скорости, кому-то нужно чуть-чуть больше терпения. А, в принципе, рабочий день, я считаю, прошел довольно-таки хорошо. Саша на позиции управляющего мне нравится. Он достаточно рассудительный. Ребят, я рад, что у вас, в принципе, управляющий, который ценит вашу работу. Я рад, что, по его мнению, сложилась рабочая атмосфера. Вот что важно. Потому что без рабочей атмосферы атмосфера в зале, конечно, не сложится. Садись. После таких приятных слов Арама случилось то, чего некоторые не ожидали. А другие, наоборот, ждали с нетерпением. Я так понимаю, что вы покидаете проект. У вас есть возможность встать сюда и сказать всем Алина. Последние слова. Алина просто не туда пришла. Это совершенно не тот, видимо, телепроект, в котором она хотела участвовать. Хотела себя показать. Я хочу пожелать вам удачи, славы, денег. Я пообщалась с вами со всеми, мне было это приятно. Для себя у меня сложилось мнение о том, кто достоин победы в этом шоу. Я желаю вам удачи. Это Валера, это Саша девочка, Саша мальчик, Таня и Артем. Они действительно достойны. Они пришли учиться, получать новый опыт. Я тебе пожму руку за мужество. Да? А мы все похлопаем и пожелаем ей до сих пор. Мне жалко, что Алина ушла. Я ее пытался эти дни настроить на то, что нужно немножко подождать, потерпеть, что все еще наладится. Я не стал останавливать Алину, так как остановил Олесю. Олеся боец. Ей нужен этот проект. Она готова на многое для того, чтобы стать финалисткой и победить в нашем шоу. Для Алины реальная кухня – это игра. Она не готова бороться, чем-то жертвовать, работать до седьмого года. Держать здесь человека, которому все это не нужно, бессмысленно. Итак, я желаю всем хорошего вечера, хорошей ночи. Вы идете переодеваться и обсуждаете ваш лучший и худший, а я домой. АПЛОДИСМЕНТЫ За сегодня мы заработали 96 700. АПЛОДИСМЕНТЫ И общая сумма приза составляет 649 100. АПЛОДИСМЕНТЫ И, соответственно, самая наша, может быть, не очень любимая процедура – это худший и лучший. И начнем мы с Максима. Саша, я считаю, что лучший ты. Как проявил себя сегодня первый день, как истинный руководитель. Бегал, всем помогал. Ну, в общем, молодец. Я отдаю тебе свой голос. Спасибо. Худшая Саша. Потому что она сегодня опять порезалась и ныла. Сегодня меня посчитали плаксой, и что я там жалуюсь на жизнь и прочее. Не жалуюсь я просто. Многие люди воспринимают это не так. Лучшим я хочу отметить, Александр, тебя. Потому что, как для первого дня, мне очень понравилось все. Худшего я хочу отметить Татьяну. Татьяну, потому что в работе было очень тяжело с тобой. Я в себе в голове уже усвоила одну вещь на проекте – не проявляй самодеятельность. Проявила самодеятельность с этой чисткой рыбы. Я считаю, Кирилл, ты лучше сегодня. А худший сегодня. А худший сегодня. Сангрот, ты. Ну, для меня. Мне все равно. Будем дальше продолжать работать. Лучшим я хочу объявить сегодня Кирилла. В его команде мне было очень здорово работать. То меню, которое у нас было в этот день, я не знала. И он мне очень четко, все грамотно объяснил. Лучший, конечно, я хочу объявить Тань тебя. Делается тарт, там же делается рыба. Летит все в смысл. Поработаешь немножко на практике, все будет круто. Аня. Лучшим я считаю сегодня Максима. В обслуживании он мне понравился больше всех. Один, это вот, брынза по-одесски. Это брынза. Брынза? Две брынзы. Худший, Саша. Потому что со всего коллектива, мне кажется, хуже всего она сегодня отработала. Один на один никто не выйти не может со мной. Никто не может мне ничего сказать. Как только начинает собираться компания, начинается давка. Лучше сегодня, Кирилл, ты. Худшая лесть ты. Пока не чувствует себе перемен. Ты их не почувствуешь, Артем, никогда. Женя, давай. Сегодня для меня лучше Сандра. Потому что встал и сделал. Худший, я не знаю, как он. Назову Макс, но Макс, не к тебе вообще просто. Забыты грязные тарелки, там чеки. Первый день официальной работы. Я знаю, я знаю. Кирилл, ты следующий. Ребята, которые работали в зале, если бы увидели, что происходило, то все голоса отдали, безусловно, бы нашему Валерию. Сегодня Валерию надо не плюс 10, а плюс 50. Валерия? Да. Он вообще красавец. Он один, на нем он на дом все держится. Я понимаю, что это твой первый день, но он таким колом прошел. Сандра, все слушали? О, Господи. Тебе слово. Хотелось бы тебя топить дальше, но не буду. Девочка Александра тоже хотелось бы утопить вообще сегодня. Сандра, давай ближе к нему. Давайте, хорошо. Все, Олеся лучшая сегодня, прекрасная девчонка. Я вообще рад, что она начала справляться. Татьяна худшая, запорола все, что можно было сегодня. Я в шоке вообще. Татьяна, вам слово. Получи Валера. Худший, Сандра, ты. Очень много необоснованной критики. Спасибо, Тань. Присаживайся. Больше критиков. Ребят, теперь я, наверное, выскажусь. Просто Валера сегодня, на мой взгляд, показался лучшим. Тань, ну, очень медленно. Сегодня ты худшая. Меня обвинили еще в медлительности, что как-то нелогично. Потому что я носилась так, как электроверник. Ребята, и подведем итоги. Сегодня у нас двое лучших. Это Кирилл и Валера. Похлопаем. АПЛОДИСМЕНТЫ А, худшая, Таня. Пять голосов. Все. Поехали домой. Ура. Баиньки. Ура. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пригласи Максима. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Детей хочешь? Такой странный вопрос. Че странный? Такой молодой углавляющий. Я отдавал сюда. Я не брал их. У меня вон стол сидит без двух форелей. 10 тысяч рублей в час? Так что ты лучше и худче одновременно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова